Добрый день, читатели сайта КП в Украине. Сегодня у нас в гостях в нашем пресс-центре известный кинокритик, куратор проекта Тени Заботы Фредки, Андрей Авторов. Здрасте. Да, точно, это я. Это не выдумка, это я. В мир цифровых технологий, в общем, когда много вымышленных таких изображений, я, тем не менее, настоящий. Можно потрогать. Начнем с вопроса о выставке Тени Заботы Фредки. Что послужило причиной создания этой выставки и, в общем, когда главная цена? Причины. Ну, наверное, имеются в виду истоки, откуда все это вышло. Очень просто. Я в апреле прошлого года с группой своих товарищей, мы были на днях украинского кино в Париже, и так получилось, что наши друзья организовали нам такую частную экскурсию по выставке в Парижской синематеке, по выставке Микеланджело Антониони, такого великого итальянского режиссера. Вот, синематека вообще на море, на место такое в Париже. Они постоянно устраивают, ну, как это по-французски, омажи, да, великим каким-то мастерам. Вот, не так давно у них большая выставка такая была, посвященная Мартину Скорсезе, его большая ретроспектива. Соответственно, вот, в Сантониони в апреле была такая же история, еще до открытия нас провели по экспозиции, показали. Вот, выставки все там мультимедийные, подобная же выставка была в филармонии, посвященная Дэви Дубовой. Вот, ну, то есть, это значит, все сверкает, мигает, много всякого видео, света, проекций, звуков. Это не просто, там, ты заходишь в музей, в архаичном представлении этого слова, да, когда есть экспозиции, какие-то стеклянные такие шкафы, в которых лежат некие документы. Все это, безусловно, тоже есть, но при этом это вот все живое. Можно нажать кнопочку, и у тебя кто-то, что-то, какая-то проекция выйдет, и что-то расскажет. Вот, это дико увлекательно, и, ну, естественно, когда ты понимаешь, что, ну, у тебя, у меня сразу возникла идея, что что-то нужно делать с тенями, потому что им в 15-м году исполнилось 50 лет, полвека, вот, и когда я увидел эту выставку, я что-то понял, что, в общем, надо что-то подобное делать. И мы сидели, я помню, в кафе, в синематеке на первом этаже, и я говорю Ивану Козленко, директору центра Товженко, он был вместе со мной тогда, что, слушай, вот, надо что-то такое вот сделать, посвященное теням, потому что, ну, мы все вот из пустого в порожнево переливаем, вспоминаем бесконечно это диссидентское выступление на премьере в Тензе Украины, на премьере Теней Забытых Предков, постоянно там у нас, вот, звучат, там, гениальное кино, гениальный режиссер Паражанов, в том смысле, вот, но такого переосмысления, чтобы вот оно было доступно, да, чтобы о сложном говорить простым языком, и, главное, современным языком, вот этого не было, и, ну, мы стали что-то делать. Вот, сначала с центром Товженко, ну, ввиду того, что Иван достаточно занятой человек, и там еще много работы по самому центру, вот, так в проект со временем попал мой друг Павел Будимов, который, такой, достичный галерист, имеющий большой опыт, вот, я попросил его помочь с экспозицией, и в итоге он стал шокуратором, и так в проект мы пригласили студию «Фильм Юэй», ну, просто потому что они, ну, очень современные, в общем, идут на разном роде эксперименты, создают, скажем так, новое поле, да, новое информационное поле в этом медиапространстве украинском, да, они не боятся идти на риски, и в пользу этого свидетельствуют и то, что они сняли первый в Украине таких масштабов, значит, документальный фильм-концерт, посвященный «Океану Эльзы», вот, никто до этого у нас так не снимал, вот, с таким размахом, вот, они, ну, блестящий опыт совершенно, и тоже в определенной степени эксперимент, это фильм «Незламная» была, вот, который наделал, в общем, много шума, и та же история, ну, например, с сериалом «Нюхач», потому что он ультрасовременен не только для украинского, вот этого телевизионного кинопространства, но и для постсоветского, вот, вот, ну, недаром формат купили французы и японцы уже, вот, поэтому, ну, мы пошли на фильм «Юй», рассказали все, показали, что это примерно будет вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, и Сергей Сазановский, ну, собственно, глава студии, вот он согласился, ну, то есть, вот, еще раз повторю, да, что вот у него такая, для здешних бизнесменов удивительная гибкость для такого рода вот экспериментов, да, вот он открыт, и вот с ним это можно обсуждать и можно делать, это вот, ну, редкие черты для человека из медиа мира, да, как, вот здесь все боятся рисковать, вот все буквально, все как-то топчутся на месте, вот, вот, и редко кто может себе позволить такую, такой эксперимент, вот, и таким образом сложился такая вот триада, да, я, Гудзимов, фирма «Юэй», и мы, вот, три соорганизатора стали, стали делать эту выставку, в партнеры, естественно, были призваны от центра «Довженко», который очень много нам помогал, вот, и студия «Довженко», у которой, там, целый ряд всяких артефактов, связанных с производством фирмы «Тени забытых предков», потому что именно студия «Довженко» его производила на свет, то есть это ее продукт, вот, а Параджанов в тот момент был штатным сотрудником этой студии, вот, так что в двух словах это вот так вот все складывалось, вот, почему мы стали это делать, потому что это слишком значительное произведение для того, чтобы пройти мимо очередного юбилея, ну, праздновали уже и 40-летие, и 30-летие этого фильма, вот, и мы же живем в эпоху, когда, ну, вот, то, что называется «натия», да, оно все формируется, «нация» формируется возле такого достаточно непонятного, даже абстрактного понятия «культура», вот, вот, а культура – это, ну, набор чего-то, вот, вокруг чего люди объединяются, что делает их, ну, скажем так, членами одного общества, да, вот, и «Тени забытых предков» – это, ну, очень важный элемент национальной культуры, и лишний повод гордиться, какие мы крутые, и вот мы рассказываем, почему, почему это так круто, чтобы у нас есть такой фильм, вот, потому что он признан на Западе, то есть это то, что называется по гамбургскому счету, вот, мы решили, что это преступно будет пройти мимо вот этого юбилея, ничего не сделать, и ввязались, в общем, в это непростое дело, оно действительно непростое, которое, в общем, требовало огромного количества усилий. А, то есть, получается, формат выставки, ну, совершенно необычный, да, для Украины? Ну, такой, ну, такой еще не делал никто еще. То есть, а в чем особенность такого формата? Мультимедийность, ну, потому что, смотрите, тут будет много всякого видео, артефакты, которые прежде не выставлялись, находились в частной коллекции, ну, скажем так, родственников тех, кто производил этот фильм, вот, плюс, ну, мы к выставке сняли еще два таких короткометражных фильма, это такие, ну, мы называем это ремейки, а, сцены с Ермом. Кто смотрел «Тени забытых предков», тот помнит, там есть такая сцена, где Иван и Палагна, вот они женятся, и на них надевают Ермо. Эта сцена была целиком и полностью Сергеем Параджановым выдумана. Такого, такого обряда у Куцулов не было. Параджанов подслушал его в одной колумейке, где мужчина пел о том, что собирается жениться, и этот будущий брак для него вот такое Ермо. И решил снимать таким образом. Это вызвало, естественно, критику и неприятие среди Гуцулов. Они говорили, что такого нету, это вранье. Они очень проскипло вообще ставили их к тому, что происходило в площадке. Но Параджанов, значит, давил на свое, и вот они сняли эту стену. Получилось до того убедительно, вот, что Гуцуловы сами поверили в это, стали выдумывать какие-то легенды о том, что пришло от горцев, от каких-то язычников, что-то, ну, такой обряд был. И по сей день на некоторых гуцульских свадьбах вот этот ритуал играется. Ну, молодые и молода, вот они на себя надевают вот это Ермо. Вот, это была выдумка. Поэтому мы, значит, призвали нескольких режиссеров, чтобы они пофантазировали на эту тему с точки зрения современного контекста. Вот какой ритуал на современной свадьбе мог бы быть? Вот его нету, но он мог бы быть гипотетически. Вот, и вот сняли вот такие ремейки короткие, которые будут в экспозиции. То есть там будет отдельный такой мини-зал, куда можно будет зайти это все и посмотреть, сравнить с тем, что было у Параджанова и как это теперь выглядит. Ну, с точки зрения современности, когда прошло полвека, вот, но Параджанов и его тени, вот они не ушли, они растворились в этой самой современности, они ее определяют. Вот, там есть элементы, которые указывают на, ну, на, скажем так, да, на эту вселенную Параджанова. У него была своя эстетическая вселенная. Вот, будет это, будут уникальные раскадровки, сделанные им, которые долгое время находились, как я уже сказал, в частной коллекции. Комиксы, много всяких предметов гуцульского быта, которые очень важны, потому что именно они создали, ну, то есть они в свое время, скажем так, очаровали Куцебынского, да, вот, как-то написавшего книгу. А потом и всех тех, кто приехал снимать туда кино, среди прочих, ну, кроме Параджанова, это Сергей Якутович и Юрий Ильенко, да, нужно было понять, что люди чувствовали, находясь там, в Карпатах, для того, чтобы снимать этот фильм. И почему фильм получился таким, то есть это было влияние среды на кинематографистов. Вот, и для того, чтобы показать это все, вот, надо было создать вот этот контекст. И вот в экспозиции будет, ну, огромный зал, где зритель будет погружаться в это во все, чтобы вот, ну, прямо вот кожей почувствовать, что там происходило, почему так и почему, ну, в итоге этот фильм, собственно, появился таким, каким он появился, каким мы его сегодня знаем, и почему, ну, то есть вот для 65-го года это был, ну, страшный прорыв. У нас есть свидетельство того, как, значит, первые проявленные пленки, которые приехали на студию Довженко, вот, они вызвали недоумение у кинематографиста, потому что это было вопреки правилам кино. Никто так не снимал, никто не понимал, вообще никто не понимал, что это такое вообще. Все считали, что это брак, что, ну, это нужно куда-то деть, фильм списать, потому что, ну, как, ну, что это? Просто Параджанов, это как, знаете, Шопенгауэр где-то когда-то сказал, что в чем разница между талантливым человеком и гением. Талантливый человек попадает в цель, которую видят все, а гений попадает в цель, которую еще никто не видел. То есть он опередил свое время на десятилетия. Вот именно поэтому эту картину в первую очередь тянили сразу большие художники там на Западе, хотя фильм легально не вывозился там в США, в Великобританию или во Францию. Но он сразу проник, и когда его посмотрели, то Параджанову стали приходить, телеграмму от Федерико Феллини, Акира Курасавы, Микеланджело Антониони, тех мастеров, кто посмотрев, вот, был поражен, вот, как он работает. Вот, этот фильм оказал влияние на американский киноавангардизм, там, на внешний вид, там, очень известных рок-музыкантов. Вот, и вот это вот все мы собирали по крупице, да, чтобы объяснить, что это не локальная какая-то история, нам только понятная, а уже, там, даже в соседней России, ему понятно, что это гораздо шире, да, и фильм, несмотря на то, что 50 лет, это очень современное кино. Вот, просто очень современное кино, которое может понимать, ну, там, дети от 5 лет, до, я не знаю, до взрослых, которым, там, скажем, 75 лет, да, и каждый будет видеть. Что характерно, чем гениальный фильм отличается от обычного кино? Гениальный фильм рассчитан на многоразовые просмотры. То есть ты с 15-го раза видишь уже совершенно не то, что ты видишь первый раз. Тебе не надоедает, несмотря на то, что знаешь сюжетную камеру, ты каждый раз в деталях открываешь для себя что-то новое, и новое, и новое. Вот мы хотели при помощи вот этой выставки показать, что это не просто кино, это творческая лаборатория, да, что там такое количество экспериментов, вот, и показать, вот, чем эти эксперименты откликнулись, ну, совершенно в разных сферах, да, там, в литературе, в живописи, в кино, в видеоклипах, там, таких-то, и в том числе в Кодекс. Насколько известно, будет выставка состоя из этих залов, что вообще посетители в этих залах смогут иметь? Ну, я бы не хотел сейчас раскрывать все детали, но для того, чтобы посетители пришли и были достаточно удивлены, тут тоже, ну, такой спойлинг не очень хороший будет, если я начну там сейчас рассказывать, что в этих залах. Вот, и эти залы, ну, они будут, как такие бочки, ну, с некой жидкостью, да, вот это нужно будет окунуться в каждую, и на выходе, да, вот, я вам обещаю такой переворот сознания, на выходе вы будете совершенно другими, и, что характерно, да, вы другими глазами сможете посмотреть на сам фильм. Вот, кроме того, мы будем, у нас будет, ну, такая территория для лекториев, несмотря на скучное слово, это лектория, да, вот, кажется, поуснуть можно, вот, мы там будем довольно бойко, занятно и захватывающе рассказывать и показывать всякое разное кино, которое, по сути дела, ну, вышло в один период и показывает, что, там, ну, условно говоря, большие художники, их можно пересчитать на пальцах одной руки, одновременно делали кино, используя одни и те же творческие методы. Ну, вот, в самом деле, так работали только гении, мы про этих гениев расскажем, 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 в частности, про весь цветовой мир тени и забытых предков, потому что там очень, ну, на большое значение играет цвет, да, цветовая гамма, которую использовал Параджанов и ЧБФ, в которой история переходит в определенный момент, да, развития. Вот, обо всем этом, за всем этим стоит огромная культура, огромное количество смыслов, и это очень важно, ну, еще для того, что, я надеюсь, это как-то поднимет зрительскую культуру в стране, которая, как мне кажется, у нас не очень высокая, и с этим нужно работать. А какие-то сложности возникали во время подготовки к выставке? Возможно, с экспонатами какие-то были проблемы, и сейчас вообще все готово? Да, ну, слушайте, сложности возникают даже в прекрасно отлаженном западном мире, у нас, естественно, тоже огромное количество сложностей возникало, и возникает по-прежнему, там не все еще решены, поэтому у нас, в общем, каждый день такая битва перед открытием выставки. Ну, да, возникало много сложностей с экспонатами, чего-то нам заполучить не удалось, потому что ха-ха в Украине почему-то со своими поступают жестче, чем с чужими. Ну, то есть, там легче было чего-то добыть из других стран, чем в самой Украине, да, договориться с коллегами-галеристами, которые сначала тебе обещают не только пространство своей галереи, но и некоторые артефакты, которые снимались, скажем так, в фильме «Тень забытых предков», а потом тебе вежливо отказывают, находя какой-то аргумент такой с неба. Ну, там, условно говоря, у вас там не те температурные условия в мастерском арсенале, где только что Примаченко висела, и, значит, картинам этим нет цены, и не висели, ничего с ним не случилось, а тут нам намекают на то, что если мы дадим этот климат в мастерском арсенале, не тот, и испортит, значит, там, ну, какую-нибудь люстру уникальную, которая снималась у Параджанова в фильме «Подсвечники» или что-то другое. Вот такое, и это, к сожалению, вот, ну, на каждом шагу вот такие вот вещи происходят. Да, у нас там много и других сложностей было, и опять-таки, вот, погромная государственная бюрократическая машина не позволяет многие вещи сделать. Вот мы памятники Ленина сносим, вот, заборы красим в национальные цвета, а вот этот невидимый Ленин, он так осел вот во всей этой государственной структуре, вот, что-то невозможно вообще. Ну, то есть, сами люди, работающие в аппарате, они вот по-человечески понимают, но как чиновники, они говорят, а вот тут у вас не хватает вот этой закорлючки, еще вот такое письмо напишите, еще вот такое вот здесь вот это, и, ну, в какой-то момент, ну, вот, опускаются руки, вообще не хочется ничего делать, но потому что выворачивают руки и вот эти какие-то бесконечные намеки на то, что вот нам бы там денег за это, ну, то есть, вот, чтобы вы понимали, что выставка в Украине не делается для того, чтобы заработать это все, но на самом деле выплеск, ну, энергии, денег и всего остального для того, чтобы это все сделать, и, ну, там, ни копейки, ни цента на этом никто не зарабатывает. Абсолютно, вот, ну, было бы хорошо, если бы хотя бы палки в колеса не вставляли, вот, мы были бы за это очень благодарны. А выставку в других городах Украины смогут увидеть? Ну, у нас подтвержден, да, да, у нас подтвержден на июнь, если не ошибаюсь, и Львов, уже подтвержден, вот, и мы, безусловно, хотим повозить ее по Украине, а потом мы предполагаем вывоз ее в Европу и все это на Америку. А что выставка вообще должна показать на него? Выставка – это способ культурного диалога, потому что я абсолютно убежден, что культурный диалог способен как-то переломить на Западе представление об Украине. Это же только у нас в рекламе иных алкогольных марок звучит, что мы дулалы кордоны, там, значит, мы завоевывали уважение за хридную свиту, мы, типа, ворда натия. На самом деле, ну, на нас смотрят в основном, как на дико коррумпированную страну, там, четвертого мира, где, ну, сколько на Майдан и не выходи, все равно коррупция в госвласти такая чудовищная, что переломить совершенно ничего невозможно. И вспомните, да, ну, какие-то мини-примеры, да, когда к Украине относились по-другому. Благодаря Шевченко, Кличко, я имею в виду сейчас спортивное завоевание, да, благодаря театру Влада Троицкого, который тут единственный из театралов, по-моему, кто сеет на бетоне, да, и какие-то всходы есть. Потому что я видел, как в Париже, значит, на постановках Троицкого люди сидят, обомлевшие, глядя на постановку, а потом стоя хлопают 15 минут. Или там, допустим, в группе Даха Браха, которые тоже, в общем-то, выкормлены, ну, выкормлены были, воспитаны Троицким. Вот это, это конвертируемо. Это то, что мы можем продать. Вот. И то, что людям интересно в нас видеть. Вот мы украинцы вот такие, через Даху Браху. И хочется, чтобы через вот эту выставку, вот, ну, посмотрели, что вот мы в самом деле уникальны, ну, как, как уникальны любая нация. Но нужно умеясь это показать. Вот. Мы не думаем, что мы там уникальны настолько, что лучше, там, американцев или французов. Нет, абсолютно. Просто вот показать что-то, что может их заинтересовать, да. Посредством чего мы можем с ними разговаривать? Не посредством каких-то вымышленных историй, или, там, не знаю, подтянутого фактажа, вроде того, что, там, Мила Йовович украинка. Как она, к черту, украинка? Если у нее мама русская, папа Югослав, извините. Ну, родилась в Киеве. Ну и что? Ну, или, там, Дастин Хоффман украинец. Ну, вот мне доводилось в Каннах разговаривать с Дастином Хоффманом. Он не украинец, он еврей. И он себя, что, что, закономерно, абсолютно он себя осознает и декларирует как еврей. И да, его дядю и тетю спасли, спасла украинская семья во время бабьего Яра. Но не нужно подтягивать это за уши и говорить, Дастин Хоффман украинец. Ну, то есть, у нас есть, на самом деле, вещи, которыми стоит дорожить, и стоит восхищаться, и стоит показывать, и это вызовет уважение у мира. Вот, и не выдумывают все эти истории и попытки притянуть что-то за уши, там, ну, вроде того, что, не знаю, Иисус Христос был заголочен, и еще какие-то такие совершенно бредовые, притянутые за уши штуки. Вот здесь вполне реальная вещь, которая, ну, вот кино, произведение, говорящие, живое, очень современное, и будет таким еще, я думаю, лет 50. Поэтому при помощи этой выставки мы можем с миром разговаривать, причем у нас уже предварительно есть какой-то диалог с французской синематякой, Парижской, той самой, о которой я рассказывал в начале. Вот, и я очень надеюсь, что мы там эту выставку покажем, и, ну, а нас хотя бы ненадолго, но подумают лучше, чем думают сейчас. А, в Европе именно Франции, да? Нет, ну, там есть еще и Амстердам, скажем так, Берлин, но это все в процессе переговоров пока, поэтому я не могу там делать громогласные заявления о том, что вот мы уже едем, это все несложно, потому что, в смысле, не просто, потому что все это вывозить за рубеж, огромное количество национальных культурных ценностей в такой бюрократической стране, как наша, это титанический труд. Это там легче это все сгенерироваться там на Западе и показать, чем это все вывести, подготовить все бумажки, страховки и прочее, прочее. Вот, но мы будем доплодать из усилий, чтобы это произошло. Такой вопрос, вместе с вами выставку курирует также Павел Гудимов. Как вам вообще вместе работалось и, возможно, какие-то творческие разногласия возникали? Нам хорошо, ну как, не без разногласий, конечно, но мы дружим уже, сколько, ну, лет 20, наверное. Вот, поэтому разногласия, конечно, были, но потому что Павел галерист, у него есть опыт, он знает, как создаются экспозиции. Ну, как у всякого кинофильма, есть такое понятие ритм, да? В фильме есть ритм, он там сценарист, когда пишет, он закладывает эти ритмические основы для того, чтобы, ну, зритель не засыпал, скажем так. В экспозиции тоже есть ритм. Павел обладает знаниями, как хороший сценарист, он знает, что где нужно расставить, как направить свет, ну, для того, чтобы сакцентировать вот это или вот то. Я не очень располагаю такого рода знаниями, ну, вот учился сейчас. Поэтому я бы без него не сделал это абсолютно. Плюс он много всего привнес, и, ну, из того, что мне дико понравилось, это вот этот, ну, мозговой штурм, когда мы там садились по несколько часов и там придумывали вот это, вот это, вот это. И это все рождается в процессе диалога. Ну, сидят люди, там, пьют чай какой-то или вот кофе, как сейчас. И что-то в голову приходит просто потому, что, ну, это как пинг-понг. Ты озвучиваешь какую-то идею, и она тут же находит отзыв, он это оборачивает дополнительно в какие-то свои мысли, и вот мы получаем вот это, вот это, вот это и вот это. Ну, кроме того, что там мы работали вдвоем, у нас еще есть, да, там, со-кураторы, без помощи которых мы тоже, ну, не сделали бы многих вещей. И даже фильм Юэй, который, ну, допустим, у Павла нет представления о том, как работают современные технологии, да, на студии мы сделали много всего и анимацию, сделали по мотивам комиксов, которые рассказывают о создании этих незабытых предков, и оживили многие фотографии 20-30-х годов, на которых запечатлены настоящие гюлсулы, у которых, собственно, ну, писал Кузубинский и снимал Параджанов. Это очень важно. То есть они это все анимировали, добавили этому пространство. Это очень модно, живо, и, ну, есть такой термин «секси», да, вот это вот «секси» очень выглядит. Вот такой вопрос о читателе Антон пишет. Скажите, когда Параджанов снимал свой фильм, он понимал, что все-таки снимает «Шедай». Я думаю, да. Я думаю, да, потому что, знаете, когда-то Роман Балаян мне рассказал такую историю. Значит, Параджанов после «Теней забытых предков» должен был снимать фильм «Киевский фред», он писал в дневнике, что, значит, ну, Этнос он посвятил уже все, что он хотел сказать, да, там, свои мысли и какую-то позицию. Дальше его интересует урбанистическая культура, что вполне понятно, потому что у нас по итогу нету ни одного украинского фильма, который бы показал, чем жила украинская интеллигенция, ну, вот те самые диссиденты, да, инакомыслящие, другими словами, в 60-е годы. Ну, если мы, допустим, по СССР можем знать, как жила московская, там, питерская интеллигенция, ну, по фильмам «Июльский дождь», «Мне 20 лет», «Я шагаю по Москве», «Наш дом», мы понимаем примерно, ну, чем люди жили, как это на кухне, там, собирались, слушали чего-то, да, как жила украинская интеллигенция, мы не знаем совершенно, ну, как, у нас абсолютно, ну, что не фильм, там, большой, да, это все была попытка окунуться в прошлое, да, там, тот же гениальный абсолютно каменный хрест Леонида Осетки, ну, вот, вот просто гениальный абсолютно, но это, опять-таки, о прошлом, а чем же в 60-е, чем мы тут жили? У нас есть «За двума зайцами», но он не про ту эпоху, вот, и Параджанов, естественно, хотел показать вот эту, ну, парабонистическую культуру украинскую, да, вот этот Киев, каким был Киев, какие у него оттенки были, кто на каком языке тут разговаривал, чем люди жили, но это все, значит, ему запретили снимать, и как-то Балаян рассказывал о том, что он Параджанову собирался вернуть сценарий этого фильма, и Параджанов ему сказал такую вещь, оставь, отдашь в мой музей, Балаян говорит, что ненормальный, типа, что ты, за кого-то себя тут, ну, это не к шутили, у них очень хорошее чувство юмора, Роман Дургенович, значит, союз, ну, потрясающее чувство юмора, вот, и, и вот он тогда уже, он в полушутку это говорил, он тогда уже понимал, что, ну, в общем, он уже легенда, да, я думаю, что, да, предполагал, он же такой сверхчувствительный человек был, он, ну, как провидец, он видел то, чего его современники еще не видели, вот, я думаю, он многие вещи даже себе объяснить не мог, просто потому, что через него вот проходила эта вот, вот, божественная энергия, знаете, ну, как, вот, творческий человек, это как приемник, вот через него какой-то месседж проходит, и он просто это транслирует на какой-то человеческий язык, вот, я думаю, что да, и он отдавал себе отчет, что он снимает, ну, как минимум, какой-то великий фильм, а как максимум, да, потому что это был гениальный фильм. Смотрите, а как на вас повлиял этот фильм, когда вы первые увидели? Я его не понял. Я его не понял, нет, я смотрел его там первый раз, я не помню, ну, и юноши какие-то, я его не, я не понял вообще, вот, что, ну, во-первых, ну, он же такой, если смотришь его в первый раз ненатруженным глазом, то тебе кажется все такой абстракцией, все оно такое, как будто бы из-за стекла какого-то, такого бутылочного, ты вот смотришь на все, оно как-то плывет, ну, вот оно красиво, конечно, но вот фильм закончился, ты не можешь внятно объяснить, о чем там, что это такое, то есть он оседает, безусловно, вот, но объяснить многих вещей ты не можешь, ну, потому что ты не понимаешь, ну, я не понял, как я не понял, фильм Масадерико, ну, не понял, вот, а потом ты вдруг для себя, это, кстати говоря, вот, в чем парадокс, что Балаян его посмотрел в 68-м году, и тоже поначалу как-то, вот, у него какое-то такое смутное представление, он рассказывал о том, ну, что это такое, да, что это затянуло, позже, позже других, вот, а потом это все приходит, ты начинаешь это вглядываться в каждый кадр, в каждую деталь, в эту все красоту, вот, и вдруг понимаешь, что это гениально все, потому что это будет, работает и будет работать. Ну, вы знаете, из-за подготовки к выставке, ну, сейчас уже, я думаю, больше 20. Ну, сейчас пересматриваете, да, снова? Ну, да, потому что нужно было, да, но, допустим, для того, чтобы подготовить лекцию по цвету, да, нужно было вот каждый кадр рассмотреть, что, где, как расставлено, да, все, все эти, там же много всяких таких подмигиваний, условно говоря, там, и привет Малевичу он передает, ну, вот, ну, прям масса всего, вот, масса всего переплетено, и если вот выглядеться, то ты как у хороших мастеров, знаете, вот есть такой микроузор, то есть ты берешь какой-то предмет, ну, допустим, какую-нибудь бутылку, вот она красива сама по себе, восхищаешься, ты начинаешь вглядываться, и понимаешь, что это не просто полоска, да, что в этой полоске какая-то информация, вот у Параджанова тоже так, там, каждая тень, каждое дерево в лесу, это носитель какой-то информации, он что-то этим передает, он же там же, понимаете, вот если вглядеться, потом покопаться в этом во всем, это же условно говоря, ну, как, вот, для кого-то история Ромео и Джульетты, ну, вот так вот, были две враждующие семьи, там, родители друг друга поубивали, а дети вдруг влюбились, и жить друг без друга не могут, да, а потом, ты понимаешь, это только часть фильма, ну, кто-то так воспринимает, а дальше, ну, все остальное упускает, а вот Балаян прав, как-то мне сказал, что он говорит, что главное в фильме начинается после смерти Морички, цветовая гамма резко меняется, вот, резко меняется, а он же о чем, он, у него, условно говоря, Кутубинский был только вот точкой отсчета, он же там многое взял из картины Тициана, любовь земная, любовь небесная, ну, вот, когда вот одна женщина, вот, Моричка, это любовь небесная, да, а Палавна, это любовь земная, и потом Андрей Сергеевич Кончаловский, он об этом, конечно, не говорит, но мы, в общем, ну, если знать его творчество, хорошо, то, в общем, понимаем, как он многие вещи заимствует, ну, вот, ну, допустим, как вот там Сибириада, его была заимствована из фильма «22 век», Бернат Бертолуччи. То же самое здесь, вот, мне кажется, что роман «Совлюбленных», где рассказывается история тоже, ну, неких молодых людей, которые любили друг друга, потом он якобы гибнет в армии, значит, она влюбляется в другого, выходит замуж, а он, оказывается, жив, и вот, когда любовь проходит, то цвета жухнут на экране, все становится...